Как дела, ребята? Я знаю, что в это время многие из вас сокрушаются по поводу того, что вы не можете выйти на улицу и заняться своими любимыми хобби на свежем воздухе. Я знаю, что гольф, любимый многими, особенно мини-гольф, который может быть очень веселым с детьми. Ну, возможно, гольф с твоими друзьями может быть следующей лучшей вещью. Этот отзыв был написан нашим человеком на веб-сайте, Джейсоном, а видео рассказано и отредактировано мной, Джорданом. Это его слова, а не мои. Давай посмотрим, что он думает. Подожди, мини-гольф с твоими друзьями на твоем коммутаторе. Это звучит как в старые добрые времена, верно? Ну, в гольфе со своими друзьями ты можешь сделать именно это во время пандемии, пойти на настоящее поле для мини-гольфа невозможно. Так что следующая лучшая вещь — это сыграть в какую-нибудь дикую игру, не выходя из собственного дома. Но стоит ли гольф с твоими друзьями платы за аренду клюшки и мяча? Или это еще одна инди-игра, предназначенная для интернет-магазина Black Hole? Давай выясним. Гольф с твоими друзьями — это симулятор мини-гольфа для тех, кто не знает о мини-гольфе. Это ответвление вида спорта гольф, который фокусируется исключительно на игровом аспекте своей родительской игры. Ну, эта игра берет идею мини-гольфа и переворачивает ее с ног на голову, предоставляя игроку дополнительные абсурдные уровни, которые на самом деле никогда не могли существовать. И дает игроку возможности настройки для создания еще более причудливой игры в мини-гольф, которая бросает вызов физике и реальности. Во-первых, управление в игре довольно обычное. Я имею в виду, что это просто очень легкий контроль. Настолько, что моя пятилетняя дочь поняла, как играть в это в течение минуты и абсолютно без каких-либо инструкций. Ты просто используешь правую ручку, чтобы изменить направление влево или вправо, а левую ручку, чтобы диктовать количество энергии, которую ты будешь использовать, и... Кнопка для выполнения твоей настройки. Поскольку это мини-гольф, для многих настроек потребуются определенные углы и время, чтобы попасть в лунку или рядом с ней. Просто потому, что управление простое, это не значит, что игра легкая. Мини-гольф — это игра с дикими препятствиями, причудливо расположенными стенами и действиями, которые вы никогда не увидите в настоящей игре в гольф, и гольф с друзьями ничем не отличается. Применение той геометрии, которую ты изучаешь в великой школе, принесет здесь дивиденды, поскольку человеческая ошибка не учитывается во время игры. Как я уже сказал, управление простое, что делает эту игру в пад-пад намного проще. Но это не ваша обычная игра в пад-пад. У нас здесь есть целый ряд диких сцен, начиная от относительно обычных полей для мини-гольфа и заканчивая полными полями сражений. Все разные курсы тоже очень увлекательны и дают совершенно разные впечатления. Конечно, некоторые из наиболее причудливых этапов могут показаться немного безумными и могут быть немного непредсказуемыми, но они все равно забавные игроки, которые являются экспертами. Ты легко станешь жертвой плохого гаще, который даже на игровых полях тебе в какой-то степени знаком, но есть некоторые дыры, которые требуют много игрока, и это те, в которых я был очень разочарован. Одно дело — обвести свой мяч вокруг ряда поворотов и прыжков. Но вот еще что. Все вместе прыгать с платформы на платформу только для того, чтобы запустить свой мяч. Да, лети своим мячом в соответствующую область, просто чтобы приземлиться на зеленое поле. Опять же, для такой казуальной игры некоторые из этих областей требуют от игрока намного большего, чем обычно. Еще одна странная вещь, которая, естественно, присутствует в настройках — это выбор времени для проигрывателя. Я обнаружил, что торопливость игрока сильно повредила игре, а массовое наказание игроков заняло немного больше времени. Кажется, ты знаешь, к счастью, очень несправедливо. И это верно для многих игровых вещей. Ты можешь настроить правила и настройки различными способами и создать опыт, который соответствует тебе и стилю игры твоей группы. Говоря о стилях игры, в гольфе с твоими друзьями есть несколько сумасшедших режимов и модов, которые добавляют гораздо больше развлечений, чем ты ожидал. Есть классический режим, который представляет собой обычный режим мини-гольфа, который в основном заключается в том, чтобы забрасывать мяч в баскетбольную сетку вместо того, чтобы, знаете ли, опускать его в лунку. Режим хоккея, в котором вам нужно пройти шайбу или мяч к воротам и пробить мимо режима продолжая исследуй, который позволяет вам вращать свой мяч и выполнять несколько дурацких бросков, которые потенциально могут взорвать умы всех. Эти различные игровые режимы и их моды, которые вы можете применить к ним, такие как прыжки с мячом, регулировка силы тяжести и ваши размеры в форме шара, могут вызвать большой смех между регулярными сессиями. И поскольку в названии этой игры буквально есть с вашими друзьями, вам следует знать, что вы действительно можете играть со своими друзьями. До 12 человек могут играть как онлайн, так и оффлайн. Вестибюли. К сожалению, я не смог протестировать полное лобби для 12 игроков онлайн, но онлайн игры, в которые я играл, были очень веселыми, и у меня не было проблем с автономной игрой. Разработчики решили пойти по уникальному маршруту и использовать только один контроллер для всех игроков, поэтому вам нужно будет договориться о том, какой контроллер вы используете, а затем передать его по кругу. Это уникальный подход, но поскольку он допускает 12 игроков, в этом есть большой смысл. С точки зрения звука. Музыка, которую ты поглощаешь со своими друзьями, довольно универсальна. Простые перезвоны играют или успокаивают и создают достойную атмосферу для игрового процесса. Но я бы прожил больше музыки, чем предусмотрено. Звуковые эффекты довольно точны, когда дело доходит до обычных звуков мини-гольфа, но я должен сказать, что дурацкие звуковые эффекты на таких сценах, как Кэндолэнд и Виормс, были дико интересными. Курс черви особенно часто заставлял меня ухмыляться от уха до уха. Особенно они кричат, когда бомбы падают под звуки Аллилуйя, когда взрывается святая ручная граната. Качественная штука. Спасибо команде 17. С точки зрения визуальных эффектов и производительности, игра выглядит прекрасно. Я лично считаю, что художественный стиль слишком общий для большинства курсов, но когда дело доходит до подобных игр, я, честно говоря, не ожидаю слишком многого в отношении визуальных эффектов. Однако, курс червей потрясающий. Ты можешь сказать, что они вкладывают в это гораздо больше любви и внимания, чем в любые другие курсы в игре, но в этом есть смысл. Черви, ты же знаешь, что это 17-летняя команда, детка, и они всегда отдают должное бренду. Физика временами немного странная, особенно когда взаимодействуешь с вещами, выходящими за рамки дозволенного. Некоторые лунки требуют, чтобы ты отскакивал от мяча, что технически является нашим отскоком, но ты знаешь, кажется, что некоторые из этих объектов подчиняются иным законам, чем стены на поле. Я также испытывал большую медленную загрузку текстур, даже после длительных загрузочных экранов до этого. Это вообще не влияет на игровой процесс, но это заметно и довольно уродливо, когда он сидит так в течение нескольких секунд. С точки зрения стоимости, гольф с твоими друзьями обойдется тебе в 1999 долларов США, и теперь у меня трудные времена с этой ценой. С одной стороны, вы получаете действительно забавную игру, которая, возможно, могла бы обеспечить десятки часов игрового процесса, но вы знаете, с другой стороны, в наши дни это премиальная цена за инди-игру. Я думаю, для тех, кто наслаждается качественным раундом цифровых игр, но эта игра отлично послужит своей цели. Для тех, кто любит мини-гольф только случайно, я не думаю, что эта игра будет стоить такой цены. Есть большое количество косметических разблокировок для настройки вашего мяча, таких как цилиндры, черепа динозавров, так что это может немного развлечь. Различные режимы и моды также могут сохранить реиграбельность определенных курсов свежей. Так что, несомненно, ценность этой игры во многом зависит от вкуса отдельного человека. Для меня, как для человека, родившегося в мировой столице мини-гольфа Миртл Бич, я должен сказать, что это затронуло ту грань, о которой я даже не подозревал, и я обязательно буду играть в это больше со своей семьей и друзьями. Прежде чем мы перейдем к окончательному вердикту для Джейсона, не забудь, что если ты здесь новичок, нажми эту кнопку подписки и небольшое уведомление с колокольчиком. В ближайшие несколько дней у нас будет еще один обзор игры в гольф, а также множество других хороших вещей, которые ты не захочешь пропустить. Все в порядке. В целом, гольф с твоими друзьями лучше всего, когда ты играешь с другими. Каждый из курсов увлекателен и уникален, а различные игровые режимы и моды, которые вы можете применить, так много добавляют к игре. Возможно, это выглядит не лучшим образом или ощущается не лучшим образом, но игра по-прежнему очень увлекательна и доступна. Это может быть не так весело, как на самом деле, но, учитывая нынешний климат и невозможность свободно выходить на публику и наслаждаться хорошей игрой в мини-гольф, гольф, с которым мы дружим, это следующая лучшая вещь. Пока ты действительно наслаждаешься мини-гольфом, это 7 из 10. Хорошо, большое спасибо Джейсону за этот отличный обзор гольфа с твоими друзьями. Плюс большое спасибо нашим участникам YouTube, которые помогают поддерживать шоу, в том числе нашим исполнительным продюсерам Дейну Уилкинсону, Богу Смолы и Джонатану Слуху. Обязательно задержись здесь через пару дней для нашего обзора того, что такое гольф. Я сам с нетерпением жду этого обзора. Это выглядит сумасшедшим. Мы надеемся увидеть, как вы, ребята, проявите осторожность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!